Рассказ Анатолия Трушкина называется «Любовь». К сожалению, товарищи, даже в наше просвещенное время мы еще не имеем точных и толковых ответов на многие доисторические вопросы. Вот скажем, что такое любовь? Как понимать выражение «смилым» и «рай в шалаше»? Правда ли, что любовь слепа? Ведь что такое платоническая любовь? Ну и так далее и тому подобное. Вопросов-то много, ответов нет. Наука молчит. Но больше молчать нельзя, товарищи. Пора наконец дать ответ тем, кто хочет любить, но побаивается. Чаще всего мучаются такими вопросами. Вот испытываешь ты чувство к человеку, но это любовь или нет? Отвечаем. К примеру, если вам с этим человеком легко и каждую минуту хочется смеяться от радости, значит вы испытываете к нему чувство юмора. Если вам хочется всякую секунду быть рядом с ним, помогать ему, заботиться о нем, значит вы испытываете к нему чувство жалости. А вот если этот человек кажется вам самым нежным, самым красивым, самым умным и вообще самым-самым-самым, значит вы испытываете к нему чувство зависти. Ну, если после всех этих объяснений вы еще что-то испытываете к нему, то вот это и будет любовь. Ну вот говорит люблю, а вдруг обманывает. Вот как узнать точно? Узнать можно. И легко. Ну, например, по внешним приметам. Вот если у человека выросли крылья, значит он вас любит. Если крыльев и в помине нет, а глазки бегают, значит обманывает. Если вот глаза бегают и крылья выросли, значит любит, но не вас. Или вот как понимать выражение смелым и рай в шалаше? Да никак не понимать, это шутка. Вот уже немного и прояснилось любовью. Раньше люди ужасно как мучились. Вот, например, выходит человек весной на улицу и вдруг чувствует слабость у него такая, головокружение. Что это? Любовь подкралась? Или грипп? Ну, предположим, любовь. А вы глотаете аспирин. А поможет он? Да никогда. Или наоборот. Вот у вас, например, грипп, а вы кинулись в любви объясняться и получили согласие. Свадьбу сыграли, дети у вас, в школу они пошли. И тут выясняется, а все это грипп был. Глотаете аспирин, а он-то уже не помогает. Часто спрашивают, что такое платоническая любовь. У любви, товарищи, есть две стороны. Духовная и физическая. Одна отражает жизнь духа, а другая жизнь тела. Ну, к духовной жизни больше тянет мужчин. А вот к жизни тела относятся стирка, мытье посуды, приготовление завтрака, обеда, ужина. Ну, здесь первенство принадлежит женщинам. Духовная любовь, вот она называется платонической. А вот есть, например, еще идеальная любовь. В ней и духовная, и физическая связаны неразрывно. Скажем, если муж смотрит телевизор, а жена в это время моет пол, то это и будет идеальная любовь. Дальше. Правда ли говорят, что любовь слепа? Правда. Но сколько бы вы об этом ни говорили, она вас не услышит. Потому что она еще и глуха. И, наконец, главный вопрос. Какое место, по своему значению, занимает любовь в жизни современного человека? Так, ну, считаем. Сон в жизни человека занимает 33% времени. 33%. Зарядка – 1%. Работа – 35%. Еда, дорога, отдых – по 8%. Ну, то, сё, там, 4%. Остальное по праву принадлежит любви. Это и будет 3%. 3%. Недаром же говорят товарищи, что любовь в жизни современного человека занимает не последнее место. Последнее место занимает зарядка. Она 1%, кстати. А любовь по своему значению стоит между зарядкой и то-сё. Ну, я надеюсь, что теперь вопросов любви вы все подкованы очень даже хорошо. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова